Кирпичный дом с небольшими декоративными вставками над окнами. Это здание в стиле модерн, построено больше ста лет назад. В 20 веке здесь, по переулку Малоторговому-1, жил оренбургский купец Александр Заха. Благодаря этому факту здание получило статус памятник архитектуры. Сегодня здесь живут 10 семей. Пять лет назад дом признали аварийным. Жильцам предложили выбор – переселение или же ремонт за свой счет. Тот подвал действительно большой пробег в конструкции представляет опасность тем, что если упадет большой снег или еще что-то, она действительно может сложиться. Установить маяки на отречинах кирпичных стен, провести годичное наблюдение за их состоянием, сведением журнала наблюдений. После капитального ремонта, по мнению специалистов, здание вновь пригодно для проживания. Эксперты, жильцы, представители управляющих компаний. В администрации города за круглым столом собрались все заинтересованные лица. В случае отмены статуса ветхого жилья ремонтировать памятник архитектуры будут сами собственники. И это не просто ремонт, а реставрация. Обходятся такие работы недешево. Работу должны выполнять специалисты, которые имеют допуск к работе с памятником. Ладно, хорошо. Так поступило предложение снять статус аварийного. Коллеги есть или какие-то другие предложения? Кто за это предложение? Кто против? Узнать судьбу своего родного дома. Некоторые здесь живут почти полвека. Пришли практически все жильцы. Менять жилье с историей на современные квартиры. Большинство из них не готовы. Те варианты, которые нам предлагали, они не улучшали, а ухудшали наши жилищные условия. Нам район не для нас. И район, и качество постройки жилья уступает тем жилищным условиям, которые мы имеем сейчас, на данный момент. Нашему дому был присвоен статус ветхого жилья, а жильцы дома были не согласны с этим. Подобным образом решалась судьба еще 12 домов в Оренбурге. Все они признаны аварийными. С больше половины зданий по инициативе жильцов сняли статус ветхого жилья. Теперь они попадут в программу капитального ремонта. Пока же люди не осознают, какими суммами в квитанциях может обернуться их решение. Наталья Мороз, Владислав Горбунов, Новости дня.